Здравствуйте дорогие зрители и читатели. 23 марта 2012 года. Маркером сегодня будет Джон Картер, а вы смотрите третий выпуск из цикла сети для самых маленьких в 3d со спецэффектами и прочими плюшками. Сегодня директора LiftMeUp приняли решение о покупке двух заводов, а нам предстоит настроить статическую маршрутизацию, поставить электриком мутатор и разобраться с вилан роутингом. Но для начала по традиции пройдемся по теории. Вот в прошлый раз мы описали уже как работает коммутация и данные доставляются на компьютер на другой. Так на кой нам городить еще этот лес из маршрутизаторов спросите вы? Ну во-первых разные подсети должны каким-то образом друг другом взаимодействовать. Коммутатор не может этого сделать, он работает лишь с кадрами, не заглядывая в IP пакет. Потом таблицы мак-отрясов каждого коммутатора ограничены несколькими тысячами записей. И физически невозможно, да и нерационально хранить маки всех хостов сети. И даже если решен вопрос со взаимодействием хостов из разных филанов и таблицами мак-адресов, остается проблема широковещательных доменов. Проблема на одном узле может привести к неработоспособности всей сети. Разумеется причин значительно больше и они лежат глубже, но приведенные мною это наиболее очевидные и понятные. Поэтому в пределах одного широковещательного домена используются коммутаторы. А как только речь заходит о разных подсетях, то обои вступают маршрутизаторы. Рассмотрим вот такую сеть, где вы с хоста 172.16.3.2 хотите телнетом подключиться на 172.16.17.1. С чего все начинается? Вот мы собрали эту схему, запускаем на нашем компьютере телнет 172.16.17.1. Но что мы видим в первую очередь? Наш компьютер отправляет ARP-запрос, то есть он формирует широковещательный кадр и отправляет его в порт. Кадр достигает коммутатора, получает метку VLAN и рассылается на все порты, являющиеся членами этого VLAN. На всех конечных узлах данные не капсулируются и все, кроме владельца адреса 172.16.3.1, игнорируют запрос, а маршрутизатор отправляет ответ. Но почему в запросе стоит 172.16.3.1? Мы же телнетом подключаемся к 17.1. Дело в том, что если получатель в той же подсети, то в запрос ставится непосредственно его адрес. Но в другом случае, как у нас сейчас, до получателя запрос просто не дойдет, потому что широковещательные кадры заканчивают свою жизнь на маршрутизаторе, а хост с адресом 172.16.17.1 вот однозначно находится за ним. Компьютер наш это понимает и также понимает, что данные нужно в первую очередь направить на маршрутизатор, а его адрес настроен у вас на компьютере как шлюз по умолчанию. Итак, вашему компьютеру известен следующий хоп и его MAC-адрес теперь уже. Он инкапсулирует данные телнет в TCP-сегмент, далее в IP-пакет и все это в Ethernet-кадр. Согласно MAC-адресу получателя, данные отправляются на маршрутизатор RT1. Кадр попадает на RT1, который просто отбрасывает заголовок канального уровня и читает заголовок IP. Оттуда он извлекает адрес получателя, которым и будет оперировать дальше. На каждом маршрутизаторе есть таблица маршрутизации, согласно которой он принимает решение о судьбе пакета. Рутер проходит по спицку маршрутов и выбирает тот, который ведет к нужной сети. Далее он смотрит, на какой адрес нужно отправить данные и через какой интерфейс. С помощью ARP-запроса, если MAC-адреса нет в ARP-кэше, он узнает MAC-адрес этого маршрутизатора и изначальный IP-пакет инкапсулируется в новый кадр с полученным только что MAC-адресом. Если нужно, то он добавляет TEC 802.1Q. RT1 отправляет данные по нужному маршруту и дальнейшая судьба кадра совершенно его не волнует. А пакет спокойно путешествует дальше и дальше и дальше и на каждом маршрутизаторе происходит одно и то же. И последний маршрутизатор видит, что адрес получателя является адресом его собственного интерфейса. Извлекая данные транспортного уровня, на этом жизнь изначального IP-пакета кончается. В обратную сторону все происходит точно так же. Итак, в прошлом выпуске мы закончили на том, что настроили все виланы нашей локальной сети, но устройства в них не могут взаимодействовать друг с другом пока. Поэтому сегодня в первую голову мы сделаем так, что компьютеры различных виланов в Москве смогут друг с другом взаимодействовать. Поможет нам в этом CISCO 28.1, который мы в прошлый раз уже создали. Но есть небольшая загвоздка. На ней всего два физических интерфейса. А сети нужно подключить гораздо больше. ФЭО, ПТО, бухгалтерия, сеть управления, сеть во внешний мир. Как вы, наверное, уже догадываетесь, помогут нам в этом виланы. Но на маршрутизаторе нет как таковых транковых портов, как это было на коммутаторе. Вместо них существуют сабинтерфейсы. Или их иногда называют подинтерфейсы. Это некие виртуальные интерфейсы, которые имеют в принципе почти те же самые параметры, и каждый из них терминирует один вилан. Сейчас на примере трех подсетей, сеть управления, сеть серверов и ПТО, я покажу, каким образом они настраиваются и к чему это приводит. Создаются они командный интерфейс, после которого указывается физический порт маршрутизатора, на котором этот сам интерфейс будет находиться. После точки указывается некий уникальный идентификатор. Он в принципе никаким образом не ограничивается, не регламентируется, но все-таки, как правило, его выбирают в соответствии с номером виланы, который этот сабинтерфейс будет терминировать. В данном случае второй. Естественно, задаем описание. Следующей командой мы говорим, что у нас будет инкапсуляция по стандарту 802.1.q, и метка вилана на этом порту будет 2. И задаем IP-адрес, так же, как на обычном физическом интерфейсе. Сеть управления у нас 182.16.1.0, и адрес шлюса 1.1. Что мы сделали? С помощью команды инкапсуляшн мы указали, что все пакеты, приходящие в этот физический интерфейс, фазернет 0.0, с меткой вилана 2, будут приняты сабинтерфейсом фазернет 0.2. Весь исходящий трафик в подсеть 172.16.1.1 будет отправляться именно с этого сабинтерфейса, фазернет 0.0.2, и кадром будет присваиваться метка вилана 2. Аналогичным образом настроим третий сабинтерфейс. Это сервера. Третий вилан и адрес из нулевой подсети. В принципе, мы можем проверить, что наша сервера нам доступна. Один-два пакета потеряются на время арт-запроса. Видите? И дальше связь появилась. Последнее, что мы настроим, это сеть ПТО. 101-й вилан и подсеть третья. В принципе, этого уже достаточно, чтобы устройства из этих трех виланов могли друг друга видеть. Проверить это легко. Это я уже проверял до вас еще. Вот у нас адрес компьютера 172.16.02, и мы пропингуем какой-нибудь хост из подсети ПТО. ARB-запрос, на который потерян первый пакет, первый ICMP-запрос. И дальше связь прошла успешно. Здесь я хочу заметить, что настройка вот этих двух свечей после второго выпуска, после предыдущего выпуска, была на вашей совести. Это было домашнее задание. И поэтому, если вы их не настроили, не настроили там транковые access-порты, естественно, у вас ничего не заработает. К примеру, можно проверить еще, что у нас прекрасно работает. Доступ в сеть управления. Собственно, вот такие несложные действия нужны для настройки интервилан роутинга. Теперь обратимся к Питеру. Тут у нас будет офис клерков на 10.20 и центральный узел, на котором будет стоять циска 28.11, такая же, как в Москве. Естественно, на ней будут также два физических интерфейса. Но вместо того, чтобы выпендриваться с саб-интерфейсами, на этот раз мы просто добавим в нее плату, тем самым увеличив количество этих самых интерфейсов. В пакеттрейсере это сделать довольно просто. Выключаем питание, выбираем нужную нам плату на два фазернер-порта и просто перетаскиваем ее в свободный слот. Но по удивительному способу, с течением обстоятельств, если у меня запущена программа записи, запись с экрана, то перенести просто не получается. Спасибо разработчикам, не знаю, Пакеттрейса или Рекорд Майдестоп, но сделать это нельзя. Поэтому вы пока настраивайте, а я достану из загашников заранее сконфигурированную циску с нужными нам и слотами, точнее платами. И мы продолжим. В командной строке можно посмотреть с помощью команды showIP-интерфейс в бриф, что у нас действительно 4 физических интерфейса. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы у каждого физического порта была своя единственная роль. В Fasternet 0.0 встроенный маршрутизатор будет для локальной сети. Порты на дополнительной плате будут для линков. Линков в Москву и линка в Озерки. Но прежде чем переходить к настройке маршрутизатора в Питере, нужно определиться с каналом связи. Естественно, если вы не крупный провайдер, никакой оптики между Москвой и Питером у вас не будет. Поэтому вам придется обращаться к услугам какого-нибудь провайдера. Чтобы не было лишних заморочек, предположим, что провайдер дает нам L2 VPN. Для нас это будет означать, что у нас VLAN между Москвой и Питером. Грубо говоря, очень грубо говоря, как будто бы у нас есть кабель между ними. Естественно, в нашей лабораторной работе мы не будем разрисовывать всю сеть провайдера с его тысячу маршрутизаторов и коммутаторов. Мы просто нарисуем один абстрактный свитч, как я это сделал уже. Сделали мы это лишь для того, чтобы у нас была просто какая-то связанность. Потому что прямым линком мы не можем соединить, потому что у нас появятся там еще Кемеру и другие офисы. Так, соединим их. Здесь помним, что нам нужен порт на дополнительной плате. Настроим интерфейс на муштеатре в Москве. Но перед этим надо заметить, что вам нужно согласовать VLAN с провайдером. То есть вам нужно выбрать такой номер, которого еще нет в вашей сети, которого нет в сети провайдера, чтобы никаких проблем не возникло. Но предположим, что у нас таких заморочек нету, и мы просто берем номер VLAN, который нам удобен. Для этого у нас специально был зарезервирован диапазон VLAN с 4 по 100. Вот четвертый возьмем. Естественно, мы будем настраивать его уже на порту FazerNet 01, потому что именно он смотрит сеть провайдера. Не забываем, как обычно, описание. Согласно плану мы выбираем IP-адрес. И настроим сам коммутатор. Абстрактный коммутатор. VLAN пробраться вы уже умеете, поэтому останавливаться на этом подробно не будем. И теперь обратимся на настройки питерской циски. Ну, разумеется, не забываем про хостнейм. Это у нас SPB, Васильевский остров, Gateway 1. Для начала нам нужно включить физический интерфейс. Теперь создадим сабинтерфейс. Почему мы здесь создадим сабинтерфейс? Несмотря на то, что я говорил, что мы не будем с ними заморачиваться. Дело в том, что провайдер отдает нам здесь порт транкам. То есть вот по этому линку бегут кадры с меткой VLAN. Физический порт маршрутизатора просто не может обработать тегированные фреймы. Именно поэтому мы создаем сабинтерфейс. Только с помощью вот такого способа мы можем решить эту проблему. Естественно, тегируем нас тем же самым четвертым VLAN. IP-адрес выбираем из той же подсети. И сразу, естественно, проверим доступность. Как вы уже знаете, теряется один пакет на ARP-запрос. И дальше связь есть. То есть с нашей стороны настроено все правильно. Провайдер тоже нам услугу предоставляет. И мы можем озаботиться уже вопросами маршрутизации. Почему я заговорил о маршрутизации? Потому что если мы сейчас попробуем пропинговать из Питера сеть ПТО в Москве, например, то у нас ничего не выйдет. Мы будем видеть точки, 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 точки. Почему это так? Потому что в таблице маршрутизации нашего маршрутизатора нет никакой информации про подсеть 182.16.3.0 и куда вообще подсылать пакет. Он знает только об одной единственной сети, которая подключена к нему непосредственно. Вот эта буква C означает, что она connected. 182.16.2.0. То есть это вот этот вот линк. Исправим эту досадную неприятность. Делается это достаточно просто с помощью команды IP-root. И далее мы указываем, в какую подсеть. Мы можем здесь указать конкретную подсеть 172.16.3.0, но тогда нам потом придется указывать 4.0, 5.0, 101.0 или еще какую-нибудь другую. И маршруты во все новые подсети, которые у нас будут появляться. Потом подключится Кемерово, маршрут в интернет или еще какие-нибудь другие офисы. Чтобы не делать таких заморочек, если в этом нет необходимости, можно задать шлюз последней надежды. Такое вот романтическое у меня название. Или более айтишное шлюз по умолчанию. Делается это с помощью той же команды IP-root, только после нее указывается не подсеть, а вот такая вот ерундень. Прошу прощения. И после нее вы указываете Next Hop. Это означает, что любой пакет по умолчанию, если не сказано отдельно, отправляется на адрес 172.16.2.1. Заглянем теперь на таблицу маршрутизации. Если у нас приходит пакет, вот на этот маршрутизатор, в сеть 172.16.3.0, он проглядывает свою таблицу маршрутизации, не находит нужного маршрута и отправляет пакет по умолчанию, вот по этому маршруту, то есть на устройство 172.16.2.1. Чтобы отправить по нему, ему нужен этот физический интерфейс, куда он отправляет. Он должен быть директ ли коннектор. Или директ ли коннектор. Вот он. И в конце указывается, что это порт FAS RAND 1.0.4. То есть, если пакет адресован в сеть 172.16.3.0 или любую другую в данный момент, то все они будут отправляться вот на этот порт. В качестве Next Hop будет использоваться 172.16.2.1. Естественно, если мы настроили маршрут отсюда сюда, то нам просто необходимо настроить маршрут из Москвы в Питер. Что мы сейчас и сделаем. Делается он также с помощью команды IPROOT. Здесь мы уже не можем задать этот дефолт маршрута или маршрут по умолчанию или шлюз на последней надежды. Потому что у нас будут маршруты в разные стороны. В интернет, в Питер, в Кемерово и в другие офисы. Вместо этого мы задаем маршрут именно в ту нужную нам подсеть. Мы можем здесь задать именно подсеть 172.16.16.0.4. Но на самом деле, согласно плану, мы выделили на Петербург большую подсеть с вот такой вот маской. Естественно, все это будет уходить через маршрутизацию 6.2.16.2.2, которым является наш маршрутизатор в Питере. Посмотрим таблицу маршрутизации. Вот вы видите, вот сети непосредственно подключены к нашему маршрутизатору, а вот маршрут в сеть 172.16.16.0. Прошу прощения, маршрут мы задали неправильно. Сейчас я задал гораздо более узкую маску. Выглядит она должна вот так. Вот мы добавили новый маршрут, но старый при этом остался. Вот этот маршрут подразумевает под собой сеть 172.16.16.0.24, 172.16.17.0.24, 18.0.24 и так далее до 23 сети. Естественно, нам нужно удалить лишний маршрут. Укажем No и все. Этого достаточно. Теперь мы проверим, как у нас это выглядит. Нам нужно создать еще локальную сеть здесь настроить. Согласно плану, именно сюда у нас выделена сеть 172.16.16.0 с маской 24 бита. Теперь создадим здесь местный коммутатор и какую-нибудь рабочую станцию. выберем фазернет 0.24 и здесь известен нам фазернет 0.0. Согласно регламенту, все адреса до 25-го у нас отданы под сетевое и серверное оборудование, поэтому мы начинаем с адреса 172.16.16.26. Не забываем указывать шлюз, иначе у нас ничего не заработает, потому что компьютер не будет знать, куда слать. И проверяем. Сначала проверим, что у нас доступен наш шлюз. Это означает, что у нас вот на этом интервале с коммутацией все нормально, интерфейс в API. дальше мы проверим доступность сети ПТО. Как видите, все работает. Это означает, что на всем промежутке отсюда, вот отсюда и досюда, до 3.2 у нас настроена и маршрутизация, и коммутация все как надо. Продолжим рост нашей сети в Озерки, где компания лифтмиап приросла небольшим заводиком по производству кнопок для лифтов. Здесь у нас будет стоять L3 коммутата 3560. Его функционал нам за глаза, потому что туннели мы здесь строить не будем, над поднимать не будем тоже. и это позволит нам сэкономить на покупке настоящего маршрутизатора. Небольшая рабочая станция, которая будет олицетворять собой локальную сеть Озерков. На Васильевском острове нам нужно настроить интерфейс для сети Point2Point в сторону Озерков. в источнике Поставь Настроим интерфейс в сторону Васильевского острова Но перед этим нужно сказать, что все порты L3-коммутатора по умолчанию находятся в режиме L2 То есть они свечевые, на которых можно настраивать VLAN, но нельзя настроить IP-адрес, к примеру В данном случае VLAN нам здесь настраивать нет необходимости И мы поэтому переведем порт в режим L3 То есть это будет порт маршрутизатора VLAN мы здесь уже настраивать не можем, а вот IP-адрес спокойно Отличная связанность у нас есть Настроим локальную сеть При настройке локальной сети нам как раз понадобится VLAN Потому что портов у нас 23, теперь свободно И на каждом из них должна быть одна и та же подсеть Мы не сможем этого сделать, если каждый порт переведем в режим маршрутизатора Поэтому мы создадим VLAN второй в качестве локальной сети Ничего страшного в том, что у нас второй VLAN уже используется в Москве, нету Если они не пересекаются где-то, то все в порядке Более того, допустим, второй VLAN мы можем ввести и использовать в качестве локального Почему именно второй, почему не первый? Ну, в общем говоря, использование первого VLAN не рекомендуется с циской Мы можем настроить виртуальный интерфейс VLAN 2 В качестве локальной сети для зерков у нас запланирована сеть 107.2.16.17.0 Смазка 24 бита И последнее действие нам необходимо на интерфейсе Puzzernet 0.1 Указать, что у нас будет режим Аксесс и VLAN 2 Как бы это все действия стандартные довольно Теперь нам нужно настроить маршрутизацию Поскольку здесь у нас всего один апплинк, только в одну сторону есть Есть локальная сеть и есть линк в сторону Васильевского острова То нам здесь достаточно шлюза последней надежды или шлюза по умолчанию Но прежде чем настраивать маршрутизацию, на альтер-коммутаторе нужно включить эту возможность Делать с командой IPRoutine и после этого вы можете настраивать ваши маршруты На этот раз мы, конечно, указываем интерфейс на Васильевском острове 2.5 И если мы указали маршрут отсюда сюда То, естественно, нам нужно создать и обратный Здесь мы уже не можем указать еще один дефолтный маршрут Потому что по этому линку, вот по этому, у нас известна только одна сеть 172.16.17 Именно в нее мы и пропишем маршрут За длиной маски 24 бита Теперь мы можем проверить Сначала проверим, что у нас доступен шлюз Отлично А теперь проверяем доступность сети на Васильевском острове Все тоже работает И более того, сейчас у нас уже будет работать даже сеть ПТО в Москве Вот, казалось бы, и все У вас есть связность Вы видите отсюда сеть ПТО В Москве видите сети на Васильевском острове И, в принципе, любую другую Но есть небольшая загвоздка Если вы сейчас попытаетесь пропинговать сеть ПТО отсюда У вас ничего не выйдет И, казалось бы, как так? Мы спокойно пингуем с компьютера, а не можем пинговать с маршрутизатора В чем дело? Разгадка довольно простая Когда вы отправляете ICMP-запрос с маршрутизатора В данном случае это будет у нас маршрутизатор В качестве адреса источника он ставит IP-адрес на ближайшего интерфейса К назначению этого То есть адрес вот этого линка 172.16.2.6 ICMP-запрос приходит на этот маршрутизатор Он его перенаправляет сюда согласно своей таблице маршрутизации И маршрутизатор в Москве пытается после получения ICMP-запроса Отправить ICMP-ответ В качестве адресата он ставит адрес 172.16.2.6 Давайте посмотрим его таблицу маршрутизации Он знает о сетях непосредственно подключенных к нему 0.1.2.3 Он знает о сети 172.16.16 с маской 21 бит Но он ничего не знает о сети 172.16.2.4 с маской 30 То есть о сети 172.16.2.0 с маской 30 он знает А о следующий не знает Поэтому нам нужно прописать еще один маршрут 172.16.2.4 с маской 30 бит Через 172.16.2.2 И после этого у вас все заработает Ну и последняя тема на сегодня Это так называемый маршрутизатор на палочке Или router on the stick по-буржуйски Так называемая схема, при которой из вашего маршрутизатора Выходит только один провод По нему передаются данные как локальной сети Так и данные о плинках Рассмотрим этот случай на примере офисов Кемерово Почему Кемерово? Ничего личного, это просто мой родной город Для компании LiftMeUp это стратегически важный объект Потому что там находится завод, который производит лифты, идущие вниз Компания LiftMeUp делает на это ставку Предположим, что где-то на складе на заводе заваляла старая 26-я отсысков Коммутаторы с простеньких И на базе этого оборудования нам нужно организовать туда связь В общем-то ничего сложного Все соединяем друг с другом Вот этот линк, который я сейчас делаю Помним Что он обеспечивает провайдером Обеспечивается провайдером Вот по этому линку будут передаваться одновременно два вилана Локальной сети и оплинка Ну, а это просто порт в локальную сеть Один из портов Предположим, что мы берем следующий свободный вилан пятый И его я быстренько настроим Далее настраиваем интерфейс в Москве В принципе, все операции и процедуры сейчас рутинные Потому что все это вы уже делали Просто покажем, что это работает Кемерово, красная горка SV1 Здесь у нас будет два вилана Влан 2 Будет в качестве локальной сети Примерно так же, как мы делали в Питере В озерках Влан 5 будет у нас оплинком Интерфейс Fasternet 0.1 Это интерфейс локальной сети Один из них Поэтому здесь у нас будет аксессом Обдаваться второй вилан Интерфейс Fasternet 0.23 Это интерфейс в сторону маршрутизатора КМР Горка ЛВ1 Здесь у нас транком пойдут Два вилана Второй и пятый И последний Это двадцать четвертый порт Таплинк В Москву Здесь у нас будет передаваться только пятый вилан Проверяем, что у нас все настроилось Отлично Сохраняем конфигурацию Не забывайте делать это везде Иначе после перезагрузки ничего не сохранится И практически последний шаг Это настройка нашего маршрутизатора У нас только один интерфейс В первую очередь нам нужно его включить А потом встанем саб-интерфейсы Второй Это локальная сеть Для которой у нас выделена подсеть 182.16.24.0 С маской 24 бита Не забываем задавать инкапсуляцию Второй интерфейс Это пятый Это аплинк Даже можно так сделать Здесь мы задаем адрес нашей сети Point-to-point 18 Настроим быстренько IP-адрес на компьютере Чтобы мы уже могли все проверить И проверяем Сначала проверим, что у нас доступна Москва Отлично все настроили правильно Теперь проверяем, что вот по тому же самому кабелю Нам доступна наша локальная сеть В общем-то тоже ничего сложного в этом нету В качестве домашнего задания Вам предстоит настроить маршрутизацию между Кемерово и Москвой По примеру Санкт-Петербурга И задача повышенной сложности Смотрите, если сейчас С маршрутизатора в Москве Мы попробуем пропинговать Сеть управления Один из хостов сети управления Это наш ASV3 То все отлично работает Но если его же мы попробуем пропинговать С одного из компьютеров Сети ПТО То нас ждет неудача Несмотря на то, что InterVLAN роутинг у нас настроен Связь не работает Предлагаю вам Попытаться самим самостоятельно выяснить причину И дать ответ Ну вот и подходит к концу Очередная 40-минутная эпопея Прошу прощения за сумасшедшую длительность этого видео Надеюсь, она хоть как-то окупается его содержимым Все дополнительные материалы К выпуску вы можете скачать в блогах цикла Там же я жду от вас фидбэк И еще интересно мнение моих читателей Зрителей и слушателей О том, нужен ли ежемесячный подкаст о телекоммуникациях До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»